Отлично. Вот, и потом мы можем в прямом эфире, прям вы можете задавать вопросы, и я буду на них отвечать. Ну, я думаю, что это будет уже в конце моей презентации. Вот, а сейчас я вот, пока вот мы сейчас подключаемся еще, и вот еще подключаются люди, отлично. Скоро мы уже начнем, буквально пару минут, уже боевая готовность. Мы с вами все находимся дома, у нас режим самоизоляции, вот, поэтому вот в таком формате сейчас с вами попытаемся сделать обзор новинок от компании Phoenix Plus. Ну все, я думаю, можно начинать. Ну, мы в любом случае запишем этот эфир. Да, кстати, этот эфир будет в записи, поэтому можно будет его еще раз посмотреть. Также у нас еще один эфир будет в среду, и еще один эфир в пятницу, в то же время. Вот, поэтому начнем мы этот эфир уже сейчас, сегодня. Вот, наверное, зачем время, да, потому что время у нас ограничено. А вот, всех еще раз приветствую, да, всех участников, кто подключился. Все у меня, надеюсь, хорошо слышно, видно. Вот еще, Катюш, еще кого-то должен принять. Вот еще два человека у нас. Да, принимаем, отлично. Они подключаются. Они подключаются. Ну, отлично, они подключаются. Давайте все потихонечку подключаемся. Расскажу немножко о себе. Меня зовут Оксана. Я пиар-менеджер компании «Феникс Плюс». Вот, и так как у нас условия и время отлично, то я нахожусь, как и все мы, дома. И вот взяла с собой, поехала к нам в офис и взяла с собой несколько наборов из нашей продукции. Немножко расскажу о этих наборах, да, и немножко расскажу сначала о нашей компании. Как мы работаем. Работаем мы с 2001 года в нашей компании. У нас есть арт-отдел, который производит невероятные дизайны для нашей продукции. Затем мы пишем подробное техническое задание и отправляем его на фабрике в Китай. То есть на фабрике в Китае по нашему подробному техническому заданию делается наша продукция. Затем нам присылают образцы, мы отсматриваем материалы, ездим туда, в Китай, отсматриваем материалы. Затем нам присылают образцы, мы отсматриваем образцы и смотрим, чтобы они были именно хорошего качества, эти образцы. Если соответствует полностью нашему техническому заданию, мы отправляем это в массовое производство. Если нет, мы отправляем обратно в массовое производство. Могу вас заверить, у нас попадает только качественная продукция. Ну, да, у нас невероятное количество новинок. Вы наверняка знаете, видели и пользуетесь нашим каталогом, в котором как раз таки отображены все наши новинки и все технические характеристики нашей продукции. Немножко по поводу, не хотелось бы остановиться в данных условиях на вот таких вот небольших наборах. Ну, вот начну я, наверное, вот начнем с возраста помладше. Начну вот с такого вот замечательного рюкзачка. Здесь рюкзак выполнен из полиуретана. Обращаю ваше внимание, что здесь есть трантовая лента по периметру. Здесь используется материал термополиуретан. Чем отличается термополиуретан? Тем, что он не оставляет заломов. То есть, да, раньше мы использовали просто ПВХ, сейчас это термополиуретан. Посмотрите, как он красиво переливается. И причем он очень практичен. Да, все наши товары очень практичны в использовании. Опять же, зачем все это я рассказываю? Затем, чтобы вам легче было объяснить покупателю то, почему наш товар такой дорогой. Все это, все эти передовые технологии, которые мы используем, все эти материалы качественные, материалы высокого качества, мы используем. Все это, соответственно, входит в стоимость наших замечательных товаров. Ну, далее. Хочу вам рассказать, что касается рюкзаков. Да, в чем особенность рюкзаков? Это, да, вот обращаем мы внимание, да, и родители, да, и дети тоже обращают внимание на лямки. Да, здесь лямки у нас прошиты, да, обращаю внимание, видно хорошо, здесь прошиты, да, то есть используется материал репсовая лента, да, то есть она достаточно плотная и очень прочная, что также прибавляет практичности данному рюкзачку. Вот, ну и также наш великолепный дизайн, наш эксклюзивный дизайн от нашего арт-отдела, от наших дизайнеров. Ну, вот почему формат наборов, да, мы обсуждаем, потому что вот всегда ребенок любит сочетать что-то, то есть рюкзачок, чтобы подходил к дневничку, к пеналу, то есть, да, какое-то было сочетание, сочетание, может быть, не материалов, но и тогда и материалов, да, и сочетание дизайнов, то есть, да, что у нас внутри, да, посмотрим, что у нас внутри рюкзачка. Да, вот смотрите, вот такой замечательный дневничок у нас внутри. Вот такой замечательный дневничок с наклейками, то есть, это простор для творчества ученика. То есть, я его пока не раскрывала, да, открою его при вас, да, хочу подчеркнуть, что по этой упаковке у нас все наши дневники отправляются вам. Здесь есть закладка, да, очень удобная. И также есть, давайте сюда, наверное, положу. И есть вот такие известные наклеечки, да, которые, кстати, могут запрещаться, да, на дневнике. Очень качественный кожзам, очень качественный материал. Опять же, мы с вами знаем, что дневник – это одна часть, которая используется, то есть, это одна часть, которая используется, да, на дневник – это уже сам. Поэтому мы старались сделать его, вот этот очень качественный материал. Во-вторых, крючка по периметру. Здесь, также, что касается технологии, да, на дневнике, да, видите, как у нас приедевается, тоже на солнышке. Дальше. Внутренний форзис у нас запечатан. Наверняка вы обращали внимание… Ах, Катюшка, мне еще… Нам говорят, что у кого-то звук не очень хороший. Всем слышно? Давайте еще раз проявить звук. Всем слышно? Слышно. Ответьте, пожалуйста. А, слышно. Слышно? Слышно, но кто-то еще говорит параллельно. Слышно. Мы на время отключим, показываем всех участников, чтобы было слышно только одного спикера. А потом, когда будет обсуждение, мы всех обратно включим. Как вам такая идея? Да. Да, давай. У нас тоже идёт. Как это? Технология. Вот пока говорите. А, нет, всё, пока Катюша мне помогает. Я пока продолжу мой рассказ. Меня хорошо слышно даже всем. Правильно? Да, он хорошо слышно. Продолжим. Про дневник. Да, вот он очень такой приятный, мягкий на ощупь. Здесь твердый переплет с поролоном у нас используется. Также запечатка форзеца. Наши дизайнеры продумывают всё до мельчайших деталей. Наверняка вы обращали внимание, что форзец у дневников, ну, в большей части белый, просто белый. Здесь у нас в цвет переплетного материала запечатка форзеца. Также в каждом нашем дневнике есть лисе, да, все знают, что такое лисе, это закладка, да, лисе и каптал. Да, каптал, опять же, показываю вам, наверняка видно хорошо, лисе и каптал. Каптал – это для того, чтобы страницы не выпадали. То есть все наши дневники, вся наша продукция, вообще бумажная белая продукция, вся прошита. То есть не проклеена, не на скобе, а именно прошита. То есть чтобы свою сохранность сохранять в течение всего года. Вот такой замечательный дневник, да, с потрясающими наклейками и дополнительной закладкой. Далее. Ну, давай, да, я теперь буду передавать. Что у нас ещё есть в нашем рюкзаке? Далее. Пенал, да, тоже неотъемлемая часть. У нас из наших новинок вот такой вот пенал Тубус. Очень интересная модель, да, она сделала, это металлический пенал, но сам металл очень лёгкий. То есть также здесь запечатка сублимации, да, у нас изображение вот такое, опять же, эксклюзивное. Единорог. Это как раз-таки то, что сейчас в тренде, что сейчас модно, что сейчас популярно, что сейчас нравится детям. Вот такой пенал Тубус, очень удобный, очень вместительный, да, рассчитан как раз под карандаши и ручки классического формата, да, либо формата чуть больше, да, вот в таком вот формате. Далее. Расскажу дальше, что у нас ещё есть здесь также из, что касается металла, да, вот такой металлизированный также у нас пенал, который открывается. Помните, раньше были такие пеналы, да, они очень удобные, очень практичные и на самом деле очень лёгкие, да, то, о чём переживает на самом деле множество клиентов. То есть всегда наша продукция отличается тем, что очень важны, помимо визуального эффекта, да, и визуально очень красивая и яркая наша продукция, это тактильный контакт, да, что касается и рюкзака, да, и пенала. То есть обязательно давайте людям потрогать, обязательно давайте людям в руки, потому что, чтобы они убедились в том, что это лёгкий предмет, он не занимает много места и очень функциональный. То есть здесь есть ПВХ-окно, в котором, через которое видно и изображение, да, и в дальнейшем будут видны карандаши и внутренности этого пенала. Вот такой замечательный пенал. Опять же, да, в конце обсудим, какие будут ещё у вас вопросы по продукции. Далее. Что ещё, да, вот в качестве набора сейчас, в данный момент я предоставляю вам на выбор, да, что можно сочетать. Это вот такие вот замечательные блокнотики на скобе. Прошу обратить внимание также на дизайны. Также прошу обратить внимание, что непростое изображение, да, вот оно очень красиво также переливается, да, вот на солнышке. Вот самые актуальные дизайны здесь. И вот такой замечательный блокнот на скобе. Тоже очень подходит, очень нравится детям, да. Здесь он в клетку, да, внутри в клетку. Это что касается наших новинок. Далее. Здесь ещё у нас есть словарик для изучения иностранных слов, да, тоже сейчас уберу пока рюкзачок. Словарик для, он с очень функциональной закладкой. Расскажу немножко о нём, да, тоже не раскрывала его. Опять же, обращаю ваше внимание на симпатичный дизайн, на удобную форму, удобно очень взять с собой. Далее. Здесь очень удобно, да, внутренности. То есть, смотрите, да, слово и перевод. То есть, учить английский очень легко, в игровой форме, можно вместе с вот такими словариками от Phoenix+. И здесь есть дополнительная закладка. Там, где вы остановились на данный момент, можно поместить эту закладку. Вот такой удобный, замечательный словарик от Phoenix+. Далее. Мы перейдём, ну вот, сейчас мы начали, да, вот с такого девчачьего немножко формата, да, всё это можно сочетать, всё это. Также вот, что касается сочетаний дальнейших, это у нас вот такой вот рюкзак. На самом деле, это моя любимая модель, самая любимая. Сама ношу такой рюкзак, мне очень нравится, очень функциональный. Здесь, прошу обратить ваше внимание не только на визуальную часть, да, он очень приятный на ощупь, из полиуретана сделан этот рюкзак. Здесь запечатка сублимаций. Далее. Здесь рантовая лента, репсовая лента, также вшита, да, в наш рюкзак. То есть, да, уже сейчас с наполнением мы можем с вами сказать, да, что он выдерживает многое. Действительно, я его тестировала самостоятельно, сама его с собой брала, и он очень большое количество, да, внутренности выдерживает. Ещё, что очень удобно в этом рюкзаке, это дополнительное отделение. Дополнительное отделение, вот оно, дополнительное отделение, очень достаточно глубокое. Вы знаете, рюкзак это такая вещь, которая, ну, она сзади всегда находится. И всегда ты думаешь, как бы никто не залез туда назад, да, и не забрал самое дорогое. То есть здесь как раз-таки всё самое дорогое, это ключи, это наш бумажник, да, это там, да, ещё что-то дополнительное, паспорт, допустим. Вот я, допустим, храню это здесь. Потому что это очень удобно, да, если это, допустим, вот на правой стороне, да, очень удобно сместить и вот здесь забрать и очень надёжно закрыть. И вот, пожалуйста. И снова определить это на спину, да, рюкзак на спину тоже, что очень немаловажно. Что касается дальше проработки, да, этого рюкзака. Да, внутри ещё много всего интересного, мы немножко позже тоже это обсудим. Хочу обратить ваше внимание на качество этого рюкзака, на качество строчки, да, на качество, вот я могу вам вывернуть, да, его внутренняя подклада здесь есть. Также здесь уплотнённая спинка, да, что тоже немаловажно. И здесь запечатанные лямки. То есть запечатанные лямки также прострочены, да, полностью по периметру они запечатаны. Также используется здесь репсовая лента. То есть очень удобный вариант. Таких вариантов у нас три, три цвета разнообразных. Их можно по-разному сочетать с разнообразным видом одежды. То есть, да, это вот для ребят постарше. Также внутри, хочу вам ещё показать внутри, да, ну вот внутри у нас пока множество всего, о чём я ещё буду рассказывать. Внутри у нас два отделения, да, то есть ещё можно, сюда помещается очень хорошо планшет. Ещё одно отделение внутри на молнии есть дополнительное, да, у всех, как у всех рюкзаков. И также обращаю внимание ваше, если вам хорошо видно, да, вот сейчас на свет, на качество строчки, да, то есть не распадается, не разлезается, то есть как бы здесь всё прошито, сделано достаточно добротно и качественно. Далее. Ну, что у нас внутри, да, что касается набора, который мы вот подключаем к данному рюкзаку. Ну, начнём мы с вот такого вот дневничка. Это бестселлер, это просто хит у нас среди детей. Здесь внутри приливающиеся, а, так, сейчас я его определю вниз, чтобы было удобно показывать вам, чтобы видно было хорошо. Внутри плавающие пайетки, на масляной основе здесь жидкость внутри, да, чтобы, так же запаянный край. И, что самое невероятное, это обложка. То есть это обложка, которую можно снять и переместить на другой дневник. Да, вот такой вот замечательный, опять же, дизайн. Внутри запечатка форзца, как вы видите, в розовый цвет. Также в цвет переплётного материала у нас лиссе и также есть каптал в нашем дневнике. Лиссе очень удобная штука, да, чтобы открыть дневник именно на том месте, где сейчас идёт время. Ну, вот очень нравится детям, очень нравится даже взрослым. Я очень даже люблю... Видно микролом. А, вот так, да? Видно вот так хорошо, я думаю, да? Ну, можно ещё, чтобы не отсвечивала. Видно, как перетекают пайетки. А, перетекают пайетки, и то мне нужно вот так нажать на него. Очень часто насчёт этого дневника у меня спрашивают, я вот езжу по городам, рассказываю о продукции, очень часто спрашивают, а не выльется ли эта жидкость, и ничего ли с ней не случится со временем. Ну, вы знаете, если её механически не проткнуть, эту обложку, и ничего с ней механически не сделать, то ничего не случится. Но, понятное дело, если какую-то техническую, применить какую-то технику, скажем, циркуль или ещё что-нибудь такое, естественно, это вытечет, это понятно. Да, вот, обращаю ваше внимание также на потрясающий дизайн. Далее. Так, куда буду положить. Далее. Вот такой, также вашему вниманию, замечательный дневник, также вот тут голографическая подложка, здесь вот такие вот выпуклые элементы, очень красивые. Также обращаю ваше внимание на обстрочку по периметру, да, что немаловажно. Вот такой вот дневник русалки с чешуёй русалочки, тоже очень красиво переливается, опять же, сделан из высококачественных материалов. Внутри запечатка форзаца, также лиссе, каптал, также всё продумано, всё сделано очень качественно, всё продумано до мелочей. То есть, да, вы можете обратить внимание, что всё это сделано как раз-таки в одном цвете. Ну, а внутри у нас, да, универсальная шпаргалка для школьника и классический дневник, да, вот универсальная шпаргалка, я вам показываю, да, и вот классический такой вот дневник с вот таким невероятным дизайном от Fenix Plus. Далее. Да, ну, давайте с дневниками, да, сначала вот несколько, да, в наборе у нас дневников. А, можно немножко ускориться, мне тут говорят, потому что время ограничено, к сожалению, очень, да, много наборов и очень мало времени. Вы знаете, я могу рассказывать о продукции Fenix Plus просто бесконечно, потому что очень много особенностей, очень много характеристик. Покажу, это подобный дневничок, да, у нас вот такого дизайна, да, если видно хорошо вам. Далее. Вот такой вот у нас дневник. Также здесь из полиуретана, здесь оффсетная бумага используется. Внутри запечатка Forza, обратите ваше внимание, да, уже другая запечатка, да, не однотонная, а именно с листиками, да. Что хочу подчеркнуть, что наши дизайнеры продумывают все до мельчайших деталей. То есть это не только вот эта картинка, да, это замечательное изображение, которое как раз-таки сейчас в тренде, да, но это и внутренняя часть, да, это и запечатка. Это еще и небольшие аксессуары, вот такие, которые очень также нравятся детям, привлекают внимание. Да, вот такие аксессуары. Очень хочу рассказать вам о техническом моменте, да. Мы сделали вот этот плястик из кожзама не внизу, а вверху, потому что он проходит через всю, через весь корешок и надежно закреплен наверху, то есть чтобы в течение времени, да, не отрывался, он никуда не денется. Вот такой вот замечательный маленький небольшой акцент. Вот такой дневничок. Далее. Очень функциональный, да, мы продумываем наш товар не только в плане дизайна, яркости, красочности, мы еще продумываем функциональность. То есть, да, если это дневник, то вот у нас есть такой яркий, дневник яркого цвета с еще дополнительным карманом, да, дополнительный карман, в который можно поместить какие-то дополнительные вещи. То есть, это могут быть записочки, это могут быть денежки, это могут быть какие-то материалы, дополнительные бумажечки, да, что, конечно, тоже немаловажно в учебном процессе. Опять же, обращаю ваше внимание, запечатка форзаца. Здесь у нас, этот дневник у нас без лисе, да, он у нас вот в таком вот формате. И он еще в мягком переплете, да, еще тоже обращаю ваше внимание. Это мягкий переплет. Так, ну, что касается дневничков, да, в этом наборе, наверное, все. Вот поговорим с вами о пеналу, да, поговорим о пенале. Вот такой потрясающий пенал. И выполнен из силикона. Силиконом мы занимаемся уже не первый год, и его очень любят и очень ценят. У нас большие продажи по именно силиконовой продукции. Существует много разных видов силикона. Есть листовой силикон, есть более плотный силикон, есть более тонкий силикон. Есть это именно из более плотного силикона. Опять же, обращаю ваше внимание на строчку, да, то это вот как баночка, смотрите. Это такой пенал-трансформер очень интересный. Да, то есть его можно собрать вот в такой, и можно раскрыть. У нас еще огромное разнообразие подобных пеналов. Наверняка, опять же, вы уже знакомы и знаете о них. Вот, пожалуйста, сюда вмещаются стандартные письменные принадлежности, и он плотно очень закрывается на молнию. Вот такая вот симпатичная банка. Далее. Что еще очень нравится детям? Пушистики, мягкие, да, все. Вот это тоже наш бестселлер, да, это наша новинка. Очень также нравится детям. Опять же, еще хотелось бы упомянуть то, что при создании какой-либо продукции у нас есть фокус-группа из детей, которые выбирают, да, мы им даем образцы, и они выбирают то, что им по душе, то, что им нравится, и какие направления им нравятся. То есть это как раз то, что нужно. Это вот такой вот пенал в виде лапы. Он за хвостик открывается. Опять же, внутри, обращаю ваше внимание, что внутри здесь все прострочено, сделано качественно. И также очень качественный мех используется. То есть, да, искусственный мех, опять же, искусственному меху рознь. То есть бывает такой мех, да, который, ну, очень плохого качества, здесь не наша история. То есть мы всегда используем только высокого качества и более дорогие материалы, да, чтобы можно было сохранить вот эту прелесть надолго, чтобы весь год ребенок мог этим пользоваться с удовольствием. Вот такая замечательная лапа. Вот феникс-плюс. Держи, не хочу отдавать. Я сама не хочу отдавать. Такая прелесть. Кстати, еще вот к тому пеналу затерялся внутри. Еще один, да, такой вот пенал. То, о чем я уже говорила, из силикона, вот в таком формате клубнички. Тоже очень интересная модель, да. Тоже обязательно раскрывайте и смотрите его функционал. То есть, да, это вот такой вот... Еще обращаю ваше внимание на хлястик из силикона, да, что очень удобно для того, чтобы и функционально его открывать и закрывать. Далее. Что еще в этом наборе, да, я вам хотела бы сегодня показать. Здесь цветной картон и цветная бумага, опять же с котиками, да, то, что понравится девочкам. Альбом для рисования, да. Здесь у нас на 40 листов, да, альбом. Должна была это понять, потому что он плотный. Вот. И цветная бумага, да. Хочу обратить ваше внимание, что все достаточно ярких цветов и для творчества детей как раз-таки очень хорошо подходит. Здесь еще внутри цветная бумага, они очень красивые цвета, очень яркие. Да, вот подсказывает мне Катюша, спасибо. Внутри цветная бумага, я открыла, конечно, на самых ярких цветах. Вот. Опять же, очень хорошего качества, плотная бумага. И видите, да, какие яркие цвета. Да, это... Есть еще у нас неоновая бумага. Это просто цветная бумага для детского творчества, а есть еще неоновая. Есть еще огромное разнообразие нашей продукции. Сейчас вот в данных наборах я использую пока вот такую маленькую-маленькую часть. Кстати, если вам интересна какая-то тема по конкретной продукции, вы можете нам написать, и мы подготовим эфир именно по этой продукции. Так, кстати, очень хорошее замечание. Я надеюсь, все услышали. Вы можете нам написать, и мы по этой продукции подготовим вам обзор. Так, что-то нужно. Заканчивается время. Заканчивается время. Я немножко ускорюсь. Смотри, нам увеличили время, потому что мы даже можем не спешить. Ура. Отлично. Нам увеличили время, это здорово. Поэтому еще расскажу вот о скетчпад. Да, скетчпад, опять же, то есть скетчпады — это отдельная тема, да, для творчества. У нас огромное количество скетчпадов. Наши скетчпады используют не только для творчества как любители, так и профессионалы. То есть профессионалы писали о том, что бумага очень плотная, бумага хорошая именно для каких-то зарисовок, профессиональных каких-то набросков, да, так и для обычного пользователя, которым нравится рисовать. На черной бумаге, на зеленой бумаге цвета здесь, и здесь еще крафт бумага, что тоже сейчас очень популярно. То есть вот такие у нас скетчпады на скобе. Мы давали на тестирование эти скетчпады иллюстраторам и художникам, и они были в полном восторге от них. Да, очень хвалили, очень удобная вещь. Так что при продажах наших скетчпадов, тем не менее, еще плюс ко всему, да, это вот такие невероятные дизайны, обложки скетчпадов. Не забывайте упоминать о том, что для профессионального использования это также очень хорошая вещь. Далее, да, мы от этого рюкзака перейдем дальше. Так, ну, что касается спортивного стиля, да, наша новинка, также наш бестселлер, вот такой вот рюкзак. Здесь, ну, начну, наверное, да, сверху. Начну сверху. Вот такой вот очень мягкий формат, очень мягкая ткань, он сделан из полистера. Здесь внутри есть дополнительное отделение на молнии для обуви, да, что тоже очень удобно. Да, вот такое достаточно вместительное, то есть сюда помещается обувь. То есть его можно использовать, как раз таки возрастная группа уже будет повыше, и можно использовать как для младшей возрастной группы, так и уже для пользователей постарше. А вот такой городской стиль, да, он спортивный стиль. Здесь также... Звук плохой. Скажите, всем хорошо слышно, или у кого-то есть проблемы со звуком? А мы всем отключили звук. В чате кто-то есть? Нет, можно записать, да. А, вот хорошо слышно. Видимо, у кого-то проблемы с... Звук уходит, и изображение виснет. С интернетом, возможно, соединением проблема. У нас вроде все нормально, но, может быть, у кого-то тоже есть проблемы. Да, это может зависеть от вашего соединения, да, в интернете. Так, ну, остальные вроде хорошо слышно. Так, что еще не рассказала. Рюкзак, да, переворачиваем его обязательно. Здесь запечатанные лямки, да. Опять же, репсовая лента у нас используется на ручке, да, что немаловажно. Также, мало того, что он очень вместительный, и еще очень прочная репсовая лента. Затем запечатанная спинка, уплотненная спинка, да, она достаточно плотная, что тоже обязательно нужно рассказывать покупателям, да, нужно объяснять, давать, потрогать, да, покрутить, то есть, да, обратить внимание на качество строчки, да, внутренние материалы, да, здесь подклада внутренняя еще есть. Опять же, все в цвет, да, все очень красиво сочетается, да, вот такой формат. Далее, что у нас внутри? Внутри у нас такой вот мешок для обуви, да, дополнительный. Может быть, не к этому, может быть, просто, да, отдельно, да, ну, вот такой сочетающийся мешок для обуви, здесь светоотражающая лента обязательно. Опять же, обращаю ваше внимание на качество строчки, очень вместительный мешок для обуви, и у него, что немаловажно, есть еще дополнительное отделение, которое тоже очень удобно. Далее, внутри, я немножко ускоряюсь, потому что все-таки нам дали дополнительное время, но его не так много. Возвращаемся к силикону, да, вот такой силиконовый пенал, хорошо, надеюсь, что видно. Здесь он на молнии, обращаю ваше внимание на формат, да, он открывается здесь не до конца, да, он открывается полностью, то есть вы можете полностью его развернуть, да, и сразу будет видно все принадлежности, которые вы сюда поместили. Опять же, обращаю ваше внимание, это плотный силикон. Был хороший вопрос у меня в течение конференции, вот прошедшей у нас, можно, как можно силикон мыть, чистить, да. На спиртовой основе любые салфетки, все что угодно, то есть очень хорошо моется и чистится, и очень практично в использовании силикон. Далее, вот такой вот пенал из полейской, здесь также репсовая лента по периметру, да, чтобы он хорошо держал форму. Замечательный дизайн для мальчиков, да, сейчас актуальные акулы, мы создаем тренды, да, мы смотрим, мы вдохновляемся трендами из Европы, из Японии, из Китая, то есть как бы мы смотрим, что сейчас модно и популярно, что будет модно и популярно в будущем сезоне. Вот, допустим, на данный момент у мальчиков это акулы. Внутри, да, внутренний отдел, да, так, чтобы он сохранял форму, да, обращаю ваше внимание, опять же, по строчкам, по периметру, также хорошо он сделан внутри, и он очень хорошо держит форму, да, тем не менее у нас была внутренность, чтобы он держал форму, но и без нее он очень хорошо держит форму, очень функциональный пенал. Далее, очень хотелось бы подробно рассказать о вот такой вот модели, да, потому что стоит она на полке, просто стоит, да, ну, как бы, да, енотики, очень популярная тема, да, очень симпатичный дизайн, вот, но обязательно нужно его открывать, открывать и смотреть, смотреть его функционал. А у него вот такой очень интересный функционал, посмотрите, внутри есть еще вот такая вот штука, да, разворачивающийся пенал, где вы можете хранить как раз-таки все письменные принадлежности, то есть дополнительные резинки здесь еще есть, дополнительные кармашки внутри еще есть, то есть и вот очень аккуратно он, еще дополнительная сетка внутри, да, что тоже немаловажно, дополнительные отделения, то есть все это закреплено на репсовой ленте и раскрывается, то есть вот в таком виде, я больше чем уверена, да, если вы получали этот товар к себе, обязательно раскрывайте, смотрите, вы не видели этот пенал, обязательно смотрите, обязательно раскрывайте, обязательно показывайте это клиентам, это функциональная очень вещь, и согласитесь, в закрытом виде никто на это не обратит внимания. Александр, тут нам нужно, во-первых, ускоряться, во-вторых, пришел вопрос, почему в дизайне не используются популярные на сегодняшний день тренды мультфильмов, фильмов, аниме и игр? Мы не работаем с лицензиями, наша компания тема особенная, что мы не работаем с лицензиями, у нас оригинальные дизайны, эксклюзивные дизайны, которые создаются нашими дизайнерами, и мы всегда в тренде, и мы всегда попадаем именно в точку с нашими дизайнами, они нравятся детям, они яркие, и это всегда, это вот наша особенность, и особенность именно дизайнов от компании Phoenix Plus. Я надеюсь, что я ответила на данный вопрос в полном объеме. Немножко ускоряюсь, да, иду дальше. Ты еще расскажешь вот то, что здесь, и мы... И, наверное, перенесем на следующий эфир, да, и мы еще к вопросам, да, не перешли. Ну, тут осталось совсем немножко, да, я расскажу еще про несколько моделей дневников, и перейдем к вопросам, потому что мне очень интересно, чтобы вы задавали вопросы, и определить, как бы, формат следующего эфира вместе с вами также. Будет ли он в таком же формате именно наборами, либо, может быть, отдельными категориями. Пока расскажу про дневники. Здесь дневник в мягком переплете, также прошу обратить внимание, как он переливается, здесь запечатка голографической фольгой, также внутри запечатка форзаца, также лиссе и каптал, да, вы видите, лиссе в цвет переплетного материала, и также есть каптал. Вот такой очень удобный функциональный дневник, опять же, все это в сочетании, да, также функциональная вещь, дневник с вот такой резинкой, да, дополнительной, то есть он держит листы, держит страницы. Очень многие спрашивают, также форзаца, да, запечатка, очень многие спрашивают, нужны ли на ваши дневники обложки. Нет, на наши дневники не нужны обложки, потому что у нас материалы как раз-таки высокого качества, которые устойчивы к всякого рода сопротивлениям, скажем так, да, в течение года, да, к использованию неоднократно учениками, поэтому не нужны. Есть вот у нас даже дополнительные, видите, аксессуары, которые придерживают страницы и которые сохраняют их сохранности в течение всего года. Дальше. Вот такая невероятная вещь. Здесь мы любим удивлять наших клиентов, да, тоже обязательно об этом рассказывайте. Здесь светоотражающая... Светочувствительная краска, спасибо, Катюш, извините. Светочувствительная краска, которая проявляет себя на солнышке, то есть при солнечном свете меняет свет этот замечательный дневник. Ну, мы сейчас у нас нет времени. Мы можем сейчас его на солнце вывести, если он успеет поменять свет, мы покажем. Да, вот видите, вот у ламы здесь будут меняться цвета. Как мы можем это демонстрировать? Вы можете выносить, да, демонстрировать на солнышко именно этот дневник, либо мы использовали на выставке ультрафиолетовую лампу, тоже под ультрафиолетовым цветом он также меняет свет, этот дневник. Да, также светится в темноте вот такой дневник, твердый переплет с поролоном, также в строчках по периметру, в ярких цветах, если видно, видите? Да, 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 видите. Вот то, что я обращала внимание. Буквально за секундочку он появился. Да, да, вот появляется цвет. Здесь он также, этот светится в темноте, да, вот эти буквы светятся в темноте. Также яркая запечатка форзовца, лиссе, каптал, да, это твердый переплет с поролоном. Такой тоже очень мягкий и приятный на ощупь. Так, ну, по времени немножечко не укладываемся, да, это наш первый эфир, мы в таком формате, да, с вами его провели. Давайте с вами попробуем включить звук. Мы как-то должны включить звук. Да, ну, мы сейчас включим звук. Мы сейчас включим звук, и давайте с вами немножечко пообщаемся. Может быть, какие-то вопросы у вас есть, либо... Или вы можете в чат писать, если хотите. Да, если хотите, мы читаем всё и в чате. Очень интересно вас слушать. Спасибо большое. Я очень стараюсь, приятно. Ну, мы практически всем уже включили звук. Какие у вас, может быть, вопросы? Ну, давайте, да, сразу, может быть, вопросов так, сразу не будет, да, мы обсудим с вами формат наших эфиров. Нам ещё предстоят эфиры в среду и в пятницу. Как бы вы хотели, что бы вы хотели услышать в следующих прямых эфиров? Вот, допустим, сегодня это было в формате набора, вот таких, которые сочетаются между собой, да, которые любят сочетать. Дети, да, которые вы можете поставить, как бы, набором, да, у себя на полке. Вот, что бы вы хотели услышать в большей степени в следующей эфире? Продолжаем наборы, да, вот у меня ещё есть неописанный этот набор и ещё два набора. Вот, либо, может быть, мы сделаем формат, допустим, следующий эфир сделаем только по финалам, а следующий эфир только по рюкзакам и по их особенностям. Или по дневникам, да, по их особенностям. Как вам больше нравится? Да, с дневниками всё понятно. Что там с дневниками? А что бы вы хотели услышать? Рюкзаки и пеналы давайте действительно покажем. Рюкзаки и пеналы, да? У нас очень много пеналов, мы бы их могли разделить по видам. Да, мы можем разделить по видам, по материалам пеналы и сделать обзор по пеналам. То есть рюкзаки и пеналы, да, вас интересуют? Да. Спасибо за внимание. Хорошо, спасибо большое. Может быть, ещё вопросы у кого-то есть? Да, может быть, какие-то вопросы, может быть, что-то ещё дополнительного вы бы хотели услышать по технологии. Ещё бы развивавки хотелось побольше посмотреть. По развивайке, да, у нас будет эфир. Будет эфир, хорошо. Спасибо тоже за обратный транс. Будет эфир по развивайке. Мы как раз-таки на этом сделаем акцент в нашем эфире через раз. Да, у нас, к сожалению, наше заточение продолжается. Вот, поэтому мы с вами будем встречаться в эфирах и будем обсуждать. Какие-то ещё, может быть, вопросы, пожелания? Видимо, нет. Видимо, нет, да. Как вам вообще понравилось? Всё в порядке? То есть, как бы, я там не быстро говорю, да, такой формат. Может быть, мне пометленнее говорить или, наоборот, ускориться или особенности уделять. А что, ещё быстрее можете говорить? Конечно. Покупа, да, ускориться. Ну-ну. Вот, ещё спрашивают про новички ежедневников. Будет ли у нас эфир? Да, обязательно. Эскалада, наши ежедневники эскалада обязательно тоже будут в эфире. Да, следите за нашими обзорами. Мы обязательно тоже обзор ежедневников делаем. Да, и важная ещё техническая информация, что все наши другие эфиры, они по этой же ссылке будут доступны. Вам не нужно новую ссылку открывать, просто эту куда-то сохраните и можете смотреть остальные эфиры по ней же. Да, то есть, следующий эфир я выйду по этой ссылке в среду в 14.00. То есть, в среду в 14.00 вы также садитесь, открываете эту ссылку и снова увидите меня, и мы с вами из дома общаемся и общаемся о обстоятельствах продукции эфире. Да, а ещё этот эфир мы заходили, да, то есть, выложим в наш ютуб, и вы можете посмотреть ещё раз, если вдруг кто-то пропустили. Да, обязательно в наш ютуб заходите, смотрите. К сожалению, да, время ограничено, поэтому мы на сегодня завершаем наш эфир. Всем огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за обратную связь, а в следующем эфире мы обязательно учтём все ваши пожелания. Хорошего вам, хорошего дня, до свидания. Спасибо. Спасибо. В ютубе, оказывается, можно будет.